всем привет мои дорогие друзья вы на канале мари арт живопись маслом меня зовут марина бердник сегодня мы напишем такую классную картину очень простую элементарную ромашки холстик 30 на 40 ничего я не чертила сегодня мы работаем чистым холстом кисть щетинка разбавитель white spirit у меня без запаха но его совсем совсем немножко надо то есть можете абсолютно любой даже масло можете использовать белила с голубой фц намечаем вот такую вот линию разделили примерно пополам справа у нас начинается половинку верхнюю еще пополам делим где-то так вот да а нижняя вернее с левой стороны у нас где-то в середину холста уходит вот небо вот такую вот волнистую линию провели да такая вот у нас граница неба и травы и кисточкой уголочком кисточки набираем голубоватый цвет и короткими главное король коротенькими мазочками перекрывать это все чтобы была такая фактурка где-то потемнее где-то посветлее небушка наша сверху добавляем чуть больше голубой фац и потемнее кисть протерли также на уголочек набираем белилки и вот середину неба так помигали где-то какие-то показали облачка кисть хорошенько вытерли вытерли после белого голубая фц черный коричневый у меня это умбра натуральная можно марс коричневый можно умбру сженную вообще без разницы какую какой коричневый вы будете использовать ну вот что-то из этих и полностью закрываем вот этим цветом то где будет у нас масса вот это зелени травы листвы то есть плотненько сухенько главное покрываем нижнюю часть то есть получается у нас две половинки до неба и вот темная сама это темнота травы глубина покрываем внизу сначала потом стык с голубым уже чтобы у нас светлая белила не вмешивались в конце этот переход и пальчиками смазываем чуть-чуть в этот же замес который мы покрывали низ холста до трава добавляем желтенького зелененький получается коротенькими мазочками как вот трава у нас растет да в разнообразно наносим вот этот желтенький туда же можно капушку белил добавить такой седой цвет получится им тоже кое-где помигать но черная полностью не перекрываем нам надо чтобы глубина вот это вот самые глубокие тенистые места остались наносим видите мазочки до коротенькие мазочки такой какая-то имитация травы где-то потемнее черного прям добавить вот такая кисть щетиночка торчащая во все стороны сухая абсолютно чистой в разных направлениях как трак травинки у нас да они же не ровненько у нас как забор до растет идеально ровно а вот под наклоном какая-то наклонилась вправо какая-то влево вот так вот это все дело растушевываем что мы мазочки нанесли мастихин рыбка зеленый желтенький в этот же зелень тоже разнообразную зелень делаем вот у нас на небо выходят да видно какие-то листочки набираем на мастихинчик даже можно в желтенький коричневого наша то есть делаем разнообразную зелень где-то в этот желтый с голубым до зеленый добавили коричневого черненького где-то можно слегка вот с голубым смешать вот этот сизый получить и вот примерно вот где я наношу до приблизительно в этих же местах наносим такие вот оттеночки то есть получится у вас немного по своему потому что за мастихином мазочки повторить это просто нереально это такой инструмент но получится в любом случае красиво набираем красочку и вот так вот в разных направлениях как травинки растут да вот мы их снизу и вверх выводим острые концы вот эти где-то даже темных с черным вот мазочки пускай какие-то ложатся знаете так вот прерывисто не то что вот прям плотно легли а так прерывисто пускать тоже так где-то вот голубоватый фон подмешивается пускай подмешивается сильно он прям подмешиваться нибудь вот голубой разбеленный дан добавили еще там умбры с черным какие-то пятна пускай такие будут где-то там зелени поярче на небо выпускаем чуть-чуть то есть ближе к небу у нас будет немного поярче до оттеночки то что внизу вот там в глубине там будет потемнее потому что там глубина но также пускай в зелени вот сделать зеленый да та же желтая с голубой фц только побольше голубой он уже будет более темный зеленый где-то между светлых пускай и темные появятся это будет наоборот интереснее не одни желтые и краску я друзья сильно вот не смешивать если мне надо допустим желтый замешать я не сижу ее до однородного цвета не вымешивают чуть-чуть смешала и все достаточно и она будет наноситься разнообразно где-то в один мазок да он будет и темнее и светлее вот замешала темно-зеленый это тот же желтый с голубым плюс коричневый ребром мастихина выкидываем на небо такие отдельные травинки которые у нас ромашечки будут высоко выделяться как бы да из всей общей массы и выросли высокие также черненьких где-то внизу травиночек под набросать перебивать можно вот которые нанесли мазочки листвы до внизу там вверху перебиваем этими тоже полосочками ничего страшного это даже интересно на полях они так растут там нет чего-то конкретного дань масса тогда представляете же трава до разнообразненько разнообразненько наносим низ картины чтобы не было такого что у нас прям вот эти все травинки листики вот четко упирались вниз холста его можно чуть-чуть мать мастихином смазывать берем влажную салфеточку на пальчик вот так можно намотать и протираем места под наши ромашки не сильно не до белого холста я вот так вот дулечкой сворачиваю кому как удобно можно на пальчик одевать нужно дулечкой свернуть тоже на протираем их как бы не в одном направлении какая-то под наклоном да уже задаем расположение наших цветов какая-то поменьше какая-то побольше видите не до белого слегка стерли основную такую густоту краски все щетинка небольшая зеленым цветом сейчас стебелечки где-то подработаем легонечко легонечко прям кончиком кисточки красный желтым оранжеватый оттенок делаем кисть слегка протерли там вот эта зелень осталось и он такой грязноватый получается нам это как раз таки и надо пока не сильно яркий делаем прям такими вот свободными мазочками намечаем приблизительно серединке где у нас также желтый с красным я сильно не вымешиваю кисточкой то есть набрала вот он где-то мазок краснее где-то желтее внизу справа ромашка будет у нас в тени и серединка тоже не будет ярко-желтая туда можно даже с коричневинкой так чуть-чуть добавить этот как красный желтый такими пятнышками серединками не выводить их там идеально ровно свободными мазочками кисть приложили мазочек оставили все как бы достаточно здесь вот на небе где у нас ромашечки будут на небе ромашки у нас как бы они не главные да и их сильно выписывать не надо поэтому мы сейчас щетинкой пропишем тем самым они у нас как бы такие будут они будут ну не особо такие яркие потому что когда мы прорисовываем щетинкой подмешивается зелень и цвет неба и получается они такие вот вписываются давно в на в наши весь этот в нашу атмосферу эту а когда мы будем основные ромашки мастихином прописывать они конечно уже будут поярче таки прям белые и вот в одно движение кисть поставили придавили к серединке все лепесточки ведем лепесточки делайте разные какой-то короче какой-то длиннее где-то вот он смешался до зеленоватым этим темным фоном пускай такое остается живописием не надо их делать вот одинаковые белый цвет он сам по себе такой сложный цвет в живописи да и ромашки эти тоже он белым не белая никогда белая не будет да у него либо рефлексы там то есть он на себя принимает так что вот фон наш небо подмешивается тоже хорошо где-то даже серединка красненько подтянулась тоже пускай так остается до ромашечка вот развернута лепесточками вот тоже одна на другую пускай заходит я уже говорила помню про эффект заслонения чтобы у нас был объем глубина заслоняем друг друга их и так же вот обратите внимание эти ромашечки которые кисточкой прописываем они у нас небольшие которые уже мастихиновые будут те будут размерчиком побольше покрупнее даже где-то вот белилки с нашим грязный голубой до фц была замешана с белилами с черненьким такие ромашки у нас такого цвета будут в тени в глубине там там не обязательно их даже в глубине показывать полностью вода всю ромашку где-то там выглянула и из зелени там два-три лепестка и на этом можно и остановиться мы не все ромашки видим полностью вот здесь до какой-то краешек выглянул и все то есть не полностью она прописана там тоже какие-то лепесточки выглянули вот здесь в тени тоже небольшая ромашечка травинки какие-то еще можно выбросить опять же мастихин рыбка набираем белилки и начинаем прорисовывать большие ромашечки набираем красочку на кончик мастихина и тоже от краешка тянем к серединке тоже делаем какая-то какой-то лепесточек покороче какой-то подлиннее не надо добиваться идеально ровного краешка у него также вот это вот то что мы пятнышко протерли до его замазывать полностью не надо вот она где-то можете до посмотреть вот сейчас вот она остается до кое-где и пускай она так остается это будет как раз таки теневая часть нашей ромашки больше меньше видите такие лохматые их делаем не идеальные кругленькие а по лохматей также можно вот знаете не один к одному лепесток а там отступать между ними какое-то расстояние может такой вариант быть что он насыпался осыпается она уже и так вот прорабатываем наши ромашечки теневая видите остается как бы это красиво получается или если бы допустим мы закрасили бы все белым нас бы лепесточки они было в одно пятно слились и не будет видно их и вот желтый с красненьким серединку уже сверху можно чуть-чуть подправить и внизу под серединка и коричневатым каким-нибудь таким грязным цветом зелень с коричневым к примеру можно низ до показать как бы она же серединка выпуклая у ромашечек показать теневую еще одна ромашечка вот посмотрите сколько красочки я набираю примерно да вот на краешек мастихина и вот такая вот бугорок это приблизительно то есть выцеливаться не надо наберете чуть больше чуть меньше примерно чтобы вы понимали сколько краски вот совсем видите длинный лепесток сделала то есть какой-то совсем каратюшенький какой-то раз и большой длинный также заходим на эти теневые ромашки серединка опять желтенький внизу темненького добавили желтенького красненького еще одна ромашечка длиннее короче смешивается слегка с фоном белый даже то есть это нам даже на руку то что она смешивается потому что какой-то лепесток смешался до более серых стал рядом мы накладываем допустим мастихин протираем до постоянно набираем белый цвет наносим рядом белый и на фоне этого серого он уже выделяется то есть если фон подмешивается как бы не переживайте за это это нам еще даже на руку помогает в том плане что отделяет лепестки теневая часть получается вот даже где-то в эту ромашку захватываю да вот этого нашего грязно-голубого не все ромашки у нас идеально светлые да какие-то в тени вот можно да в этой ромашки к примеру верхние лепестки сделать белые и а нижние вот через такой вот грязный голубоватый как бы она наклонилась до верхние на свет попадают а нижние в тень ушли слегка и как бы уже не такие яркие следующая ромашка заходят лепесточки доведем на предыдущую в этой ромашки ведь и верхние лепестки по длине и нижние покороче то есть она у нас повернута чуть-чуть туда сторону вот теневая ромашка голубо голубой грязный лепестки там в тени а здесь уже они вышли на свет ниже и более белые светлые также серединка желтый с красненьким видим да я не пытаюсь сделать ее идеально ровную то есть нанесли мазочек желтенький красненький и достаточно вот этим грязным голубым наша ромашечка внизу до в правом углу она такая вот серо-голубая она прям в тени в тени там глубоко и и таким же и серединка также через желтый с красный с коричневым темненько чтобы было у нас вот эта ромашка можно тоже часть лепестков до верхних показать в тени через такой грязно-серый какие-то более светлые попадают на свет кое-где солнышко возможно через листву лучи проникают и какие-то вот у нее лепесточки более беленькие но в общем она такая теневая будет также у нее через красненький побольше красненького в нее так как она в тени серединка вот это ромашка будет заслонять ее она уже более на свету неё лепесточки уже посветлее побелее голубоватым показала ромашку в тени и продолжаю опять эту лепесточки длиннее короче то есть видим до движение одно и то же как бы не сложно сложного нет ничего единственное следим за тем что где-то сделали показали в тени ромашку где-то на свету желтеньким проходим серединке на наших ромашечках которые мы кисточкой прорабатывали желтый добавили в этот наш зеленый до в голубым фице где вот совсем темные места до смотрим они такими вот пустыми пятнами смотрятся можно туда подбросить зелень и даже коричневатый можно чуть-чуть добавить чтобы в тени у нас не был сильно яркий зеленый как бы такой подпачканный также какие-то лепесточки на фон на небо выбросили в наш грязный голубой также желтого можно добавить другой оттенок зелени получится такой интересный охристый и также чистым черным можно кое-где по подразбить чуть-чуть вот эту вот листву ну и помним да что не из картины где вот листья конкретно четко уходят вниз там чуть-чуть мастихином растираем чтобы не было такого что они у нас прям резко уходят в край кое-где перебивая нашу листву кое-где черным наносим такие вот листики тоже листики может стебелечки может листья в тени что-то такое в общем создаем такую массу травяную много-много травы зелени ну так не берег и не переборщите отходите смотрите как она получается вот посмотрим поближе видите красный белый подмешивается и желтоватый и зелень такие они получаются нежные воздушные эти вот пастозно и видны вот эти вот места где вот мы протирали да вот этот фон он виден где-то в таких грязно прям серо-голубые оттенки такие вот ромахи получились у нас и на этом наш мастер-класс дорогие друзья подошел к концу я вам желаю творческих успехов в большие молодцы я вижу рисуете получается и до скорой встречи пока пока